Общественные объединения и фонды создаются в Беларуси для того, чтобы ее граждане могли принимать участие в решении социально значимых проблем и вопросов для страны в самых разных сферах, начиная от творчества и самореализации, заканчивая социальной поддержкой. Именно поэтому главным управлением юстиции Брестского облсполкома проводится постоянная работа по повышению уровня знаний и правовому просвещению руководителей общественных организаций. Одна из форм работы в этом направлении – обучающие семинары. По инициативе главного управления юстиции ежегодно организуются и проводятся бесплатные обучающие семинары по вопросам создания деятельности общественных объединений и фондов, на которые приглашаются специалисты компетентных государственных органов для разъяснения законодательства в своей сфере. В этом году на семинар были приглашены специалисты для разъяснения законодательства в области бухгалтерского учета и делопроизводства, а также налогового и трудового законодательства. В частности, сотрудники налоговых органов пояснили, при каких условиях общественным объединением может осуществляться коммерческая деятельность, из чего при этом формируется денежное средство и на какие цели могут быть использованы. Предпринимательская деятельность может осуществляться общественным объединением только путем образования коммерческих организаций, либо участия в них. Эти коммерческие организации осуществляют деятельность от своего имени и за свой счет, но несмотря на то, что виды деятельности могут быть разными, они не должны идти в разрез уставным целям общественного объединения. Денежные средства общественной организации формируются из вступительных членских взносов, поступлений от проводимых лекций, выставок, спортивных и других мероприятий, доходов от предпринимательской деятельности, иных источников, незапрещенных законодательством, к которым, среди прочего, относятся международная техническая помощь, иностранная безвозмездная помощь. В 2022 году большое внимание главного управления юстиции уделялось контрольным мероприятиям в отношении общественных организаций, поэтому на семинаре подробно рассматривался вопрос о типичных нарушениях с целью их дальнейшего недопущения. Особое внимание было уделено и вопросу корректной отчетности. Общественные объединения и фонды должны представить до 1 марта 2023 года отчеты о своей деятельности, в которые должны указать мероприятия, которые проводились ими, а также источники приходового нерасходования денежных средств. Обращаем внимание, что в информации, которая будет представлена о мероприятиях, должны быть указаны цели, содержание, а также участники данных мероприятий. На сайте главного управления юстиции в разделе напоминания размещены образцы примерных форм отчетности для общественных объединений и фондов. Обращаем внимание руководителей общественных организаций, что достоверность, представляемая информация, обеспечивается общественными организациями. И в случае ее несоответствия требованиям законодательства, она не размещается на официальном сайте главного управления юстиции. На обучающий семинар приехали руководители общественных объединений и фондов всего Брестского региона. Это порядка 100 участников. Все они крайне заинтересованы в том, чтобы получить важную для деятельности информацию из компетентных источников. Я возглавляю женскую общественную организацию. Нам исполнилось в этом году 26 лет. Это достаточно зрелый возраст для общественных организаций в Белоруссии. И я принимаю уже неоднократно в такого рода мероприятиях. И в принципе, безусловно, хочу отметить, что это мероприятие очень полезно. Тем более, они проходят на системной основе постоянно. И в начале года, когда принимаются изменения в законодательные акты. Этот семинар уберегает практически от ошибок, которые допускаются организациями, в своей деятельности, в своих отчетах и так далее. Я думаю, что это главная цель. Потому что законодательство изменяется. Не все общественные организации в состоянии уследить за этими изменениями. А здесь конспектировано. Все дается в такой удобной форме. Это можно применить на практике. Подобного рода семинары – прекрасная возможность сверить дорожную карту, отследить важные изменения в области законодательства, взять на карандаш отдельные моменты и напрямую побеседовать с экспертами.